Давайте поговорим о превратностях и о чудесах любви, а также о техниках, которые, возможно, кому-то помогут привлечь мужчину в свою жизнь. Здравствуйте! Добро пожаловать на чашечку кофе со смыслом. Я думаю, женщины сейчас чуть поближе пододвинуться к экрану, потому что речь пойдет на довольно щепетильную и довольно острую тему. Любовь и как можно привлечь в свою жизнь мужчину, который на сегодня не является вашим и, возможно, от вас довольно далек. Я опираюсь сегодня на вопрос, заданный в комментарии на сайте. Здравствуйте, Ада! У меня к вам такой вопрос. Я люблю как мужчину одного артиста уже три года. Хочу привлечь его в свою жизнь, чтобы быть его любимой. Езжу на его концерты, стараюсь попасть на встречи с поклонниками. Один раз сфотографировались вместе. Имеются сведения, что он несчастен в личной жизни. Хотя тщательно это скрывает от общественности. Сразу оговорюсь, что люблю именно этого конкретного мужчину от кончиков волос до кончиков ногтей. Очарована только его голосом, улыбкой, движениями, мужественностью и красотой. Чувствую и понимаю его. Очень хотела именно с таким набором качеств. Привлечение других мужчин, даже похожих, меня не интересует. Я осознаю всю ответственность за свой выбор. Я делаю медитации и разные визуализации для того, чтобы наши с ним судьбы соединились. Адочка, подскажите, пожалуйста, что можно здесь добавить для повышения эффективности и сдвига с полумертвой точки? Может быть, вы дадите какой-нибудь ценный совет? С уважением, Алиса. Ну что же, Алиса, я постараюсь дать какой-нибудь ценный совет и начну с того, что, вы знаете, я тоже сторонник чудес. Я тоже верю в чудеса. И что уж говорить, время от времени в чьей-то биографии встречается очень необычная история любви. Но, как правило, даже в чудесах есть свои закономерности. Раз уж Алиса спросила, то мне, возможно, придется отчасти выдернуть ее из страны чудес, а также, может быть, кого-то по ту сторону экрана, кому эта информация будет сегодня актуальна. Может быть, поможет расставить точки над «и» и рассказать вам о подводных камнях. Конечно же, обязательно в конце мы поговорим и о том, как работают практики. Сразу скажу, что в подобных историях, особенно любовных историях, когда человек, нередко женщина, держится за какой-то результат или за какую-то идею, которая маловероятна. И даже если вероятно, то в данном периоде ее жизни мешает ей быть женщиной, быть в радости, быть в отношениях. И, самое главное, рассматривать другие варианты. Настораживать, что женщина здесь не понимает, что она конкретно хочет. Потому что в данном случае автор вопроса не понимает, что на самом деле ей нужен конкретный мужчина, о котором она ничего толком не знает. И большая часть представления об этом мужчине — это, конечно же, придумано. Придуманный образ, придуманы возможные сценарии, как это может случиться. Красивая картинка. И эта самая красивая идея в голове, которая нередко может перейти и в навязчивость, по сути спасает такую женщину от ее собственного страха строить отношения с настоящим реальным мужчиной. И намного приятнее, намного знакомее купаться в некой фантазии, в некой иллюзии и жить этими эмоциями. Потому что эмоций у этой девушки очень много. Я подозреваю и очень надеюсь, что письмо мне написала девушка лет 16-20. Потому что, как правило, в этом возрасте девушки еще склонны выбирать себе некого идола, ролевую модель, а чаще даже не ролевую модель, а просто объект своей необузданной молодой любви. И в этом, на самом деле, ничего такого страшного нет. Главное вовремя остановиться. Главное вовремя, простите, заняться своей головой. И здесь немаловажно заняться своей самооценкой, женской самооценкой и вырулить на нужную дорогу. Если бы это письмо мне написала, я не знаю этого, женщина более старшего возраста, то нужно бить тревогу, потому что, как правило, к 20 годам подобного рода юношеские фантазии должны быть немножко скорректированы зрелостью, адекватностью и пониманием того, что я хочу. На самом деле хочу. А теперь второй настораживающий момент. Этот мужчина, которого выбрала Алиса, он действительно может на самом деле быть прекрасным человеком и прекрасным мужчиной, но для нее конкретно он ничего не сделал. Когда женщина начинает испытывать чувства, опять же, несоразмерные чувства, несоразмерные с тем, что она получила в ответ, несоразмерные с реальным положением вещей, то это всегда говорит о идеализации. То есть женщина еще не знает, какой он на самом деле, какой он по отношению к ней. И это капкан, в которые попадают нередко женщины. Не обязательно это некая известная личность или какой-то недоступный мужчина. Нередко женщина встречает мужчину, и у нее появляется некий аванс чувств еще до того, как он каким-либо образом показал, каков он с ней, что он готов сделать для их отношений, какой он на самом деле человек. И любая идеализация, она ведет к разрушению, к тому, чтобы потом спихнуть этого несчастного мужчину с пьедестала, возможно, на нем потоптаться, а возможно потоптаться на своей женской судьбе, на своем отношении к мужчинам, на своем уважении к мужчинам и так далее. Зачем нужна эта идеализация? Конечно же, такая идеализация помогает отметать всех тех вокруг, которые недостаточно до него дотягивают, недостаточно интересны в сравнении с ним. Но простите, это иллюзия, то, что вы думаете об этом человеке, это иллюзия, это хорошенько заправлено гормонами человека, женщины в данном случае. И это еще раз спасает вас от того, чтобы сталкиваться с реальными людьми и видеть себя реальную в настоящих человеческих отношениях. И так пусть у вас всегда звенит тревожный звоночек, когда вы слишком много авансом наперед и даете мужчине любви, восхищения и так далее. Настоящая зрелая любовь, даже если мы говорим о влюбленности, о настоящей влюбленности зрелой или, как минимум, уважающейся женщины, это всегда процесс, который подкрепляется реальными действиями со стороны ее партнера. А все, что наваливается в избытке сверх того, это всего-навсего жажда любви, жажда обмануться. И, конечно же, как правило, женщина обманывается. И кто-то может сказать, но ведь бывает так, что, предположим, женщина влюбилась в мужчину, он ей очень нравился, а потом они действительно познакомились, узнали друг друга поближе, и у них все сложилось хорошо, и жили они долго и счастливо. Таких историй не шибко много, но они, конечно же, есть. Вообще, в этом мире возможно все, но вы должны в любом случае смотреть на детали, а детали вы не всегда знаете. Поэтому давайте вернемся к базе, который поможет, как минимум, предположить максимально возможный вариант. Скорее всего, девушка, которая ездит на встречи фанаток, хочет то, что называется, найти внимание и расположение этого мужчины. Она все-таки с большей вероятностью в тот момент, когда их знакомство, полноценное знакомство произойдет, не сможет, простите, перепрофилироваться в женщину, которая достойна, женщина, которая позволит за собой ухаживать, женщина, которой нужно будет завоевывать, женщина ему же, которую нужно будет, то что называется, любить и с ней считаться. Поймите, что мужчина не влюбится в ту, которая ждет с нетерпением в толпе поклонниц его внимание. Мужчина не влюбится. Даже если чем-то она может привлечь его внимание, чувства у него смогут развиться только тогда, когда ему нужно будет себя рядом с ней проявлять, ее завоевывать, ее покорять. Потому что в противном случае ничего, кроме короткой связи, не может последовать. Итак, вопрос, который женщина должна задать себе. В моей фантазии вижу ли я, как этот человек меня завоевывает? Вижу ли я, как я все это, если хотите, принимаю, как я все это на самом деле ожидаю и требую? Судя по письму и судя по описанной ситуации, пока женщина, девушка не находятся в этой позиции, чтобы стать той, которую будут завоевывать. И еще раз, сейчас, в этом контексте, к сожалению, то, что девушка хочет, невозможно. А теперь давайте поговорим о техниках. Потому что есть техники, которые действительно могут привлечь или привлечь внимание человека в вашу жизнь. Действительно, есть техники, которые делают невероятные вещи и то, что редко поддается логике. Но вы знаете, мир довольно мудро устроен. Наша Вселенная предусмотрительна. И в данном случае человек, который пытается, если хотите, против воли другого, не имея пока еще никаких оснований думать, что вы друг друга, простите, предназначены, использовать техники, чтобы целенаправленно привлекать человека в свою жизнь, у которого, возможно, есть своя семья или, возможно, есть свои планы на свою судьбу и так далее, то, вы знаете, Вселенная, она мудра и предусмотрительна в том смысле, что у такого человека техники не будут срабатывать. Знаете, почему? Потому что человек не понимает, за счет чего срабатывают техники. Техники срабатывают не за счет того, что вы представили, что вы вместе, что вы какие-то нафантазировали ситуации, в которых вы вместе. Ваши медитации, ваши практики, по сути, только забирают у вас время, мешают вам сосредоточиться на, может быть, другом кандидате, который наиболее будет вам подходить. То есть человек сам себя обкрадывает. Почему эти техники сейчас в руках Алисы безвредны и бесполезны? Дело в том, что девушка сейчас готова быть на вторых ролях. Она готова быть по ту сторону женщины, которые ждут, что их выберут. Женщина, которая надеется, что ее заметит этот конкретный человек, на которого она сделала абсолютно несоразмерную ставку. Ее состояние, ее суть сейчас — это женщина, которая ждет. Женщина, которая на вторых пятнадцатых ролях. Женщина, которая одна из, понимаете? И вот он, поставленный на пьедестал, может быть, как великое божество с ней зайдет и выберет ее. Техника работает не за счет ваших фантазий. Техника работает за счет вашей внутренней трансформации, вашего ощущения. И если бы Алиса сделала упор на то, чтобы почувствовать и стать женщиной, о которой такой мужчина будет мечтать, это он будет в числе ее, если не фанатов, то поклонников. Стать женщиной, которую такой мужчина захочет завоевывать — вот это и есть трансформация, которая способна сделать невероятные вещи. И самое интересное, когда женщина проходит такую трансформацию внутреннюю, начинает себя оценить, начинает понимать, что на самом деле я хочу. И понимает, что к тому, что я хочу, у меня много вариантов, как прийти. И я буду смотреть внимательно и выбирать лучшие для себя варианты. Когда женщина доходит до такого состояния и действительно в нее может влюбиться самый уникальный, исключительный мужчина, ей на самом деле уже становится все равно, будет ли это он или кто-то другой. То есть, понимаете, техника срабатывает, но она срабатывает не потому, что она хотела только его и размышляла, и фантазировала, и визуализировала только его. Она изменилась. И вполне вероятно, их пути сойдутся, но они встретятся в совершенно других условиях — там, где он сможет иметь это пространство и ее завоевать. А не когда женщина удушливо будет кидаться ему на шею и предлагать ему на блюде всю свою жизнь, всю себя и все свои чувства. Это скучно, это пресно. И сейчас женщина по ту сторону экрана, которая, возможно, находится в некой подобной идеализации и влюбленности, будет недовольна моим ответом. Ну, как же так? Нет, я в это верю, я это хочу. Но моя задача — не помочь вам заблудиться еще хуже, а встряхнуть у вас и напомнить, что такого рода влюбленность, такого рода чувства в вашей жизни — это навсего незрелость. И если уж меня спросили о совете, что может помочь использовать техники правильнее, то давайте я подскажу. Разберитесь немного в себе. И при определенной проделанной внутренней работе, не знаю, может, вы захотите пойти на психоанализ, может, вы как-то иначе захотите с собой поговорить и разобраться. Вы узнаете ответ на вопрос, а чью любовь на самом деле вы так ждете? Кого вы держите на этом пьедестале, какого мужчину и чью любовь вы пытаетесь завоевать, чье внимание на себя обратить? И почему вам так страшно представить себя в нормальных отношениях? Кстати, вполне вероятно, с не менее достойным человеком. Но опять же, если вы девушка очень юная и весь этот период жизни и влюбленность заставляет вам массу эмоций, даже радости и смысла, то, как говорится, ничего страшного, если какое-то время вы в этом поживете. Но помните, что вам в какой-то момент придется вырулить на дорогу зрелости, на дорогу самоуважения. И помните, что вы всегда можете в любой момент решить, по какую сторону вы будете себя ставить. По сторону женщин, ждущих, фанатеющих и находящихся вот в этой, как говорится, толпе голодных и влюбленных, готовых на любые крошки. Или вы будете по ту сторону женщин, которая с чувством собственного достоинства, с чувством уважения себя, с чувством любви к себе и с готовностью построить свою счастливую личную жизнь, будет идти своей дорогой. Ну а дальше, простите, пути действительно неисповедимые. Встречаются самые невероятные истории, но не до того, пока вы разберетесь собой и пока вы поставите себя на правильное место в своей собственной жизни. Я предположу, что у немалого количества женщин был такой период в жизни, когда вы были влюблены, когда вы, возможно, человека малого вам знакомого или совершенно лично незнакомого с вами могли поставить на какой-то пьедестал и о нем грезить, мечтать и размышлять. Было ли это с вами? Скажите, в какой момент вы поняли, что хватит, пойдемте дальше. Что в вас заговорило? А я прощаюсь с вами до следующей недели и желаю вам любить и ценить себя. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok